Как заработать на американском долларе? Будет он расти или будет падать в связи с этим банкротством банков США? Обсудим в этом выпуске, а также я покажу разворотные точки, на которых вы точно сможете заработать и на других валютах на этой неделе вместе со мной. Добрый день, уважаемые трейдеры компании iMarkets. Меня зовут Роман Корниев и вы на канале о профессиональном трейдинге. Так, начинаем! Чтобы заработать на американском долларе, не обязательно торговать именно доллар. Достаточно торговать его соотношение к любой другой валюте. Ведь доллар это резервная валюта, а поэтому все остальные валюты котируются по отношению к доллару. Итак, давайте посмотрим евро-доллар как самую популярную валютную пару по отношению к доллару. Что у нас здесь есть, на чем мы можем заработать. На прошлой неделе евро-доллар очень сильно вырос, потом почти полностью отыграл в коррекции это движение. Причем на прошлой неделе была новость повышения процентной ставки ФРС. И доллар отреагировал совсем в другую сторону. Однако, не сказать, что это было прям неожиданно, потому что вот этот общий негативный фонд, банкротство от банков, а банкротство из целых три банка в США, уже подготовили почву для негатива, для падения доллара. И эта новость стала, по сути дела, триггером. Это вот тот самый момент, когда есть негативные новости обратного направления. Все ожидают рост доллара, а здесь наоборот он начинает падать после выхода этой новости, что и случилось. Хотя потом он отыграл эти позиции и еще более укрепился. Но нам больше интересен технический взгляд на эту ситуацию, поэтому давайте посмотрим поближе. Вот эта восходящая волна, последняя, которую вы видите, я ее поместил в сетку Фибоначчи и сейчас посмотрим ее поближе. На H1 видно, что после того, как цена начала снижаться, она остановилась около линии 23.6, причем здесь даже была коррекция 190 пунктов. А затем около уровня 38.2 тоже была коррекция, несмотря на то, что на графике H1 кажется, что цена просто прострелила. На самом деле, если приглядеться, видно, что коррекция была 170 пунктов. Это хорошо, это говорит о том, что цена отбивается от уровня Фибоначчи. И вот предпоследний уровень 50, от него цена отбилась аж на 413 пунктов. Это дает нам основание полагать, что около уровня 61.8 цена тоже отобьется, поэтому здесь в районе цены 1.06.76 можно будет ставить ордера на покупку и зарабатывать. Причем уровень горизонтальный, поэтому можно спокойно ставить отложенный ордер, ставить алерт и спокойно ждать, пока цена придет сюда, чтобы на ней заработать. Если же цена пойдет вверх, то здесь вот эти два максимума и вот этот максимум на прошлой неделе, который сформировался, дает нам возможность поставить линию сопротивления. Если цена дойдет до этой линии сопротивления, то здесь вот в районе цены 1.0904 можно будет также продавать и зарабатывать на коррекции, на снижение вниз от линии сопротивления. Соответственно, если вы хотите заработать на росте доллара, то надо продавать евро-доллар. А если вы хотите заработать на снижении доллара, то надо покупать евро-доллар от линии поддержки. Вот такой взгляд у меня по доллару и по евро-доллару, идем дальше. Австралийский доллар пробил линию поддержки, сейчас потихонечку движется вверх. И если дойдет до зеркальной линии сопротивления, то здесь можно будет продавать и зарабатывать на снижении от цены примерно 0.6661. Канадец к швейцарскому франку движется потихонечку вниз и у него есть вот такие две линии сопротивления, от которых можно будет продавать и зарабатывать на снижении. Первая цель это 0.6748 и вторая это 0.6904. Чтобы было понятно откуда большая линия сопротивления идет, на D1 вот я вам покажу вот такая консолидация, у него есть два максимума, на ней основывается линия сопротивления, от которой я сделал сигнал. Британский фунт к швейцарскому франку уже давно ходит вот в таком вот канале и в этом канале очень хорошо торговать, кстати, моим торговым роботом. Я уже давно про это говорю и сейчас тоже очень хорошая точка для входа. Кстати, если вы хотите торговать моим торговым роботом и у вас есть счет в компании A-Markets, вы можете получить его бесплатно. Поэтому пишите мне по ссылке в описании к этому видео, переходите там, ссылка на мой канал, а на моем канале под любым видео есть ссылка на телеграм, пишите мне в телеграм, я вышлю вам условия для его бесплатного получения. Так вот сейчас очень хороший момент, чтобы зайти этим роботом, именно видите, средняя часть этого канала, если вы заходите в режиме Buy и Sell одновременно, то он показывает в таком режиме наивысшую доходность, потому что в канале цена ходит вверх-вниз, вверх-вниз, возвращается опять к среднему значению. Это самые шикарные условия для того, чтобы на нем зарабатывать. Если же вы торгуете вручную, то здесь я вот нарисовал вам линию сопротивления, от нее можно будет продавать и зарабатывать на снижении, когда цена подойдет к этому уровню. Что касается линии поддержки, то здесь нет четкой линии, но есть вот такая вот зона, которую я нарисовал, бирюзовая, с широкими границами, поэтому вот эта широкая зона, здесь могут быть ложные пробои, имейте это в виду, поэтому если здесь будете покупать от этой зоны, то лучше использовать меньший объем, чем обычно, для снижения риска. Австралийский доллар к канадскому доллару движется в нисходящем тренде и так же, как по евро-доллару, сетка Fibonacci показывает нам, что есть цель 61.8, здесь в районе цены 0.89.68, можно будет покупать и зарабатывать на росте, но надо дождаться, пока туда цена дойдет. Что касается более мелких таймфреймов и целей, вот на H4 мы видим, что сейчас цена опирается на линию поддержки, она прямо около нее находится и скорее всего отобьется, но это уже будет, наверное, ночью с открытия рынка, поэтому когда вы будете смотреть мое видео, скорее всего цена либо уже отобьется, либо пробьет вниз, поэтому нет смысла мне давать здесь сигнал, а так очень хороший момент, чтобы отсюда купить. И если цена пробьет вниз, то потом, скорее всего, она вернется к этой линии, это будет уже зеркальная линия сопротивления и от нее можно будет продать и заработать на снижение. В районе цены 0.9139, вот такие вот прогнозы. Полный обзор смотрите на моем канале по ссылочке в описании, там я разобрал еще 5 инструментов, в том числе нефть и золото. Ну а сейчас давайте посмотрим экономические события, на которых мы можем заработать, в том числе и новости по американскому доллару. В понедельник у нас достаточно спокойный, во вторник тоже особых новостей нет. В среду здесь единственная новость по нефти, кто торгует нефть, можете присмотреться. Но вот с четверга есть интересные новости, это индекс потребительских цен. В Германии это может повлиять на евро, да, по евро увеличится волатильность. А вот в 15.30 две новости по Америке, соответственно, которые повлияют на доллар. Сначала будет ВВП, здесь планируется уменьшение ВВП, это негативная новость для доллара. А также вторая новость, число первичных заявок на получение пособий по безработице. И здесь тоже планируется увеличение пособий по безработице, а значит ухудшение ситуации. То есть опять же негативный фон для доллара. Поэтому имейте в виду, вот в четверг может быть негативный фон повлияет на снижение курса доллара. Ну и в пятницу новости по Британии, ВВП, тоже мощные новости, можно ожидать волатильность. Изменение количества безработных в Германии повлияет на евро, здесь увеличивается количество безработных. Это значит тоже негативная новость для евро, можно ожидать его снижения краткосрочного. Также индекс потребительских цен повышает волатильность евро в 12 часов. Ну и в 15.30 новость по канадскому доллару. Здесь данные по ВВП и обратите внимание, прошлая новость была отрицательная, а сейчас положительная. То есть разрыв очень сильный, а значит это может укрепить канадский доллар. А это значит, что если вы будете торговать пару доллар канадец, то она соответственно может снизиться. Вот такие новости и сигналы на эту неделю. Напоминаю, что если вы делаете только первые шаги в торговле на валютном и фондовом рынке, то рекомендую вам пройти мой базовый курс для начинающих с нуля. Переходите по ссылке в описании на мой канал, там под любым видео найдете ссылку на бесплатный курс. И это позволит вам заложить хороший фундамент в начале вашей торговли, чтобы вы не теряли деньги, а быстрее начали зарабатывать. Также напоминаю, что если вы клиент компании A-Markets, вы можете получить моего торгового робота бесплатно. Пишите мне в Telegram. Желаю всем успешной торговой недели, торгуйте с удовольствием. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok